Всем привет! Вы на канале Носос Америки. New life is my life. И мне сахар. И как вы докладались по декорациям, мы в магазине 99 центов. Купаем сахар, ибо наша дочь бросилась на выпечку. Нам надо очень много сахара и кокосовой стружки. Да, кстати, печенье с кокосовой стружки было вкусно. Так, ну вот, какой ты взяла? Вот такой, да? Ой, извини, доллар 99 за 4 лб. И нам нужна кокосовая стружка, но я почему-то не вижу ту большую упаковку, которую мы покупали. Смотри, я вообще не представляю, как она выглядит. Так, это мука кокосовая. А рядом что лежит, тоже мука? Да, мы в похожем пакетике покупали большую упаковку кокосовой стружки, потому что сейчас вот здесь... А вот это что, зайка? Вот, смотри, вот она, шреддет. Это очень маленькая. Мы тут набрали большую стружку. Короче, что вы делали? Печенье из кокосовой стружки на выходной? И вот мы хотим его повторить. Хотим повторить этот эксперимент. Сколько надо на печенье? Ой, там очень много. Вот в тени много печенья, которые я сделала, там 200 грамм прошло. А в этом пакетике давай посмотрим. Просто, может быть, мы сегодня в смарт будем заезжать по бокам, и мы тогда в смарте большую упаковку купим. Ну давай. А сколько здесь брон посмотришь? Маленькая совсем. Считаю, что на люстра здесь точно 200 грамм. Ну, конечно, нет. Я же говорю, мы тогда здесь с Катариной покупали огромную упаковку за 1-1. Вообще, я думаю, что есть резон посмотреть в этом самом. В другом магазине. Сегодня едем еще в смарт и файнал, и едем там. Так понимаю, нам надо, наверное, оливки. А оливки нам надо, да. Спагетчис. Спайдерман. Спагеттос. Так. Берем оливки. Зайка, а сколько вот в этой банке? Может, нам вот такие попробовать, если они одинаковые по весу? 170 грамм. А здесь? Нет, здесь 100 кудов больше. 170 грамм. 170 грамм. Тут же такие попробовать. В те ходят. Просто мне здесь нравятся вот эти. Открывашечка. Пил и все. 170 грамм. 170 грамм. Я возьму две такие. И тут 170 грамм. Давай. И две такие. Это мятая баночка я не хочу. Потому что они все мятые. Это вообще мятые. Да, они все мятые. Ааа. А зачем они все мятые? Не знаю. Уронили упаковку? Ну, а будь тебе не мятая? Ну, она практически не мятая, скажу. А что значит рай? Интересно. Перебить. Опа. В общем, берем оливки. Четыре баночки. И? Купер. Можно купить вот такой винтажный кетчуп. Какой-то соус. Острый. Опа. Макарошки три за доллар. Так, берем бурочки на винегрет. И на борщ. На борщ. А на винегрет. Ну, куча на винегрет. Зайка, я винегрет хочу. Короче, бурочки, что получается доллар за три штучки. Редиску хочешь зацепить? Да. Редисочку. Доллар по тезе. Она там pound, да? Да. Зайка, может он нам лучка взять? Можно? А какого лучка взять? Берем лучок. Пучок за доллар. Пучок за доллар. Перки за доллар девяносто девять. Шесть штучек. А с кем мы будем делиться? Ты со мной, я с тобой. Ты будешь? Ну, может быть. Ну, давай, два пучка возьмем. Возьмем два пучка лука. Я думаю, я ни с кем здесь идти не буду. Какую тратку? Эти? Беру эти. Короче, бананы, как обычно, 49 центов. Хочу маленькие. Молодец. А лимоны это сладкие, нет? Нет, это хорошие. Сколько они стоят? Опа. В общем, я закинул еще две связочки бананов. А Маришка берет. А лучше тоненькие бери, я не знаю. Ты же сама разбирайся. Они вообще, в принципе, какие-то здоровые. Берем кабачки. Под чесночную пасту, да? Ну, и потом на стыков. В духовом шкафчике. Чеснок 99 центов. А кабачки, кстати, да, тоже кабачки 99 центов за пару. Картошку берем, хорошо? Картошку берем? Ну, конечно, да. Какие-то маленькие пакеты. Неправильная картошка, Зайк. Это, наверное, молодая, сладкая, что-то не то. Мячок. Лук. 3 за 99. Значит, ну картошку тогда купим лучше в смарте. Большой пакет. Так она большая будет, а мелкая какая-то. За 2,99 можно прикольные вот такие мячи купить. Он не кожаный, но в баскетболе, вполне приемлемые цены, по 3 доллара за мячик. Пошли в хозяйственную, сегодня у нас будет хозяйственный влог. Пишите сколько стоит ваша химия для дома, средства для мойки, стекол, зеркал и прочей шляпы, стоит 1 доллар. Что нам еще надо? Ну, зайка я смотрю, нам, Сережа, мы любим сейчас какие-то байки, немного сделать и розетки детям в комнате. Тройники? Комет? Угу. Доллар, банк, комет такой же, как и в Беларуси. Доллар три штучки, кстати, их очень много сортов. А ты берешь правильные, помнишь, мы какие-то купили неудачные? Короче, они всякие бывают, большие, маленькие, скребучие, тонкие. И даже мальчик есть. А если у вас есть аквариум, вот можно прямо тут купить корм для рыбок. по доллару вот такие маленькие баночки. Видите, для разных рыбок есть. Даже для черепашек есть. Прикольно. Ну и вообще для всех питомцев можно купить для попугайчиков, для канареек, для котиков, и корма, и игрушки, и домики. Но уже цены некоторые есть, он больше доллара, я смотрю. Всякие коврики, всякие прибамбасы. Комсервы. Пойдем какие штуки? Ну, где этим поставить, чтобы тройник везет? А, ну пойдем посмотрим. Нам надо в детскую тройник везет. Два. Потому что один нужен к письменному столу, другой другой баночки. У нас произошли небольшие перестановки в детской комнате. И нам надо размножить розетки. Вот я такую штуку не вижу. Вот я вижу, что у них есть. Я вообще хотела, которая такая. За 6 долларов можно купить вот такую прекрасную надувную креслу. Прикольно? Я даже знаю, кто у вас был в барак. К дочи еще один прибамбас? Ну, помню. Помнишь, наверху ты с этим на этом столе в зале? Может нам бильбин туда затащить? Нет. У ребенка нужен в зале. В зале. Так, у ребенка закончилась паста. И наш ребенок чистит только детской пастой, самой младшей. Нашлась? Это же наша любимая паста. Вот такая вот упаковка стоит доллар. Старшие чистят. Старшие уже научились взрослой чистить. Но они уже перешли на взрослую и уже без проблем. А Сашка еще пока, как он говорит, она ему что, очень мятная или очень острая? Он острая. Он пока мало того, что он детский пользуется, еще и такой. Чтобы она была сладенькая. Зай, а у нас с санскринами все хорошо? Не надо нам от солнца купить что-нибудь? Хватает? Да. У нас есть крем у нас. Так, идем в чипсы. У нас дочь захотела чипсов и заказала. Сейчас мы попробуем их купить. Так, вот чипсы. Она хотела... Принглсы не острые. Наверное, мы купим в другом магазине, потому что здесь принялся. Все два вида, все острые. Окей. Тогда на кассу. Тогда на кассу. Вперед. Для тех, кто не перематывает видео, внимательно смотрит, он видит, что сменились декорации и мы уже в магазине Smart and Final. Здесь очень холодно. Здесь очень классно. Здесь очень холодно. Здесь очень классно. В магазинах работают кондиционеры. И, короче, в центах кондиционер не такой классный, как здесь. А здесь прямо так. И все. Покажи, что на него выйти. Выйти. Гусиная кожа. Короче, с жары класс. Попадаешь в магазин и прохлаждаешься. Не правда. Отлично. Нет. Отлично. Сегодня идем за истинно русским продуктом. Ну, мои стоят. Мне не нравится, что они стоили в этой мутной банке. Ты хочешь обсуждать? Я хочу, чтобы банка была. А власик вкусный? Ну, нормально точно так уж. Давай власик возьмем, если тебе больше нравится в этой банке. Ну, мы же банку будем оставлять? Господи, она стеклянная. Нет, стеклянную не берем. Ну, бери тогда вот эту некрасивую. Так, я до 3. 5.59. Сколько там литров, скажи, пожалуйста, килограммов? Один галлон. Нет, не галлон. 3.28. А, один галлон. 3.78. Это я подгулял. В общем, галлон соленых огурцов 5,5 долларов. Салаты. Авокадо. Завтра. Да. Что у нас там еще? Кетчупы. Навалом. Кетчупы навалом. Картошечка. Картошка тоже маленькая. Смотри. 5 лб 2.49. У нас вообще большая. Интересно. 10? Не, ну, мы можем, какую ты хочешь. Ну, вот эту. Это вот 10 лб. Ага. И вот 10 лб. Какую ты хочешь. Отобранную? Давай. Селекционные сорта. Значит так, 10 лб картошки 3.99. Это что-то у нас ценой... Наверное, отраска. На картошку неправильно. А может это проблемы с границей? Тоже есть проблемы. Могут быть проблемы с границей. И пошло подорожание. Не может купить. Идем за мандаринками. У нас дочь работает по мандаринам. И мама. Я немножко иногда, если сладкие. Помидорами вообще как, блин, как в теплице, да? Так, ну что, берем мандарины. Так, мандарины 4.49. Это, короче, мандарины и танжерины. Короче, это что-то с чем-то скрещено. Сколько их получается здесь? 3 лб. 3 лб. Мандарины и танжерины. Одну берем? Да? Давай. Может в этих сэмсклабах и в смартах. В смартах, говорю, в костке. Будут толстые. Я люблю, когда они большие, с толстой кожей. Они тогда вкусные. Так, и что, куда идем еще? Куда идем мы с пятачком? Куда мы идем? А, за помидорами. Подожди, мы же помидоры как сделаем? Вон. А, вот наши помидоры в ящике. А те, которые пахли хорошо, они не в ящике. Не глянула на них, что почем, какой хоккей с мячом? Значит, здесь какие-то 12.99. Это у них с цимой что-то. А того сорта помидоров я не вижу. Зайка, это наверно все-таки подорожение кассы. Короче, смотрите, какой картофан. 22 килограмма, 12-13 долларов. А, вот наши помидоры. Так я тебе говорю, что это. 12.99 мы брали эти помидоры 2 недели назад за 5 долларов. И это, этот рынок, я не знаю. В общем, я думаю, что на завтра в кустке купим. Пошли там купим пару помидорчиков. Ну ладно, хочешь. А по чем там были, я даже не посмотрю. 19.99. За паун. Да. Ну так это нормальная цена. Ну не нормальная уже. Ну это не нормальная, она в два раза дороже, чем должна быть. Но тем не менее. Да, это интересно. Видишь, они очень много писали об этом, что он будет. В общем, смотрите, они тоже вот так сидеются, честно скажу. Не, почему же они? Выглядит достаточно хорошо. Смотри, какой плотный, хороший помидорчик. Хорошие помидоры. В общем, на сегодняшний день в стране сложная, можно сказать, политическая обстановка из-за всяких иммиграционных процессов. О чем договорились ты читала? Я читала, что вроде как Мексика собирается помогать в решении этих вопросов. контролировать иммиграционные процессы, из-за чего идут вот эти вот ценовые войны сейчас. Ну в общем, это конкретно отразилось на цене на сегодняшний день. По крайней мере на помидорах, на картошке вот это очень хорошо заметно. В общем, возьмем пару помидоров. Я в костке. Да? Не в костке, а в сам сладкий мы помидоры берем. На них же не надо писать цену, да? Не, не надо. Ну что, двигаем на кассу. Давай быстренько мороженое купим, завезем домой и мы успеем Сашу туда забрать. Мы хотим взять мороженое, но нам его надо доставить в холодильник. Потому что если мы с мороженым поедем за Сашкой, то у нас будет ведро. Молочка просто. Ведро, как это сказать, не мороженого, а теплого молока. Вот, поэтому мы сейчас быстро его схватим и повезем домой, закинем в морозилку. В мороженом ряду. В очень-очень отмороженом. И будем брать... Это переобученное ванильное. Ванильное без всяких включений. А что это вот это вот с ореолами? С ореол, наверное, да. Ну мы берем традиционно вот это вот ведро. 5,99. Да погейся, ема. В смысле поморозьте. 4,73 литра. Ну вот такое вот хорошее ведерко. Оп. И бежим на кашу. Ну все, вот закончился наш маленький продуктовый загул. Итого мы потратили в центру. 23 долларов. 23? Да. И 5 долларов на моющие товары всякие. И здесь? 22,80. 22,80. Вот так вот, короче, около 500 долларов. Вот эти небольшие покупки. Все, вы были на канале. Наша жизнь в Америке. New life is my life. Вот, подожди. Вот наша машина. Нашего деда. Тут не нашего. Я сказала так. Нашего Антона. Одноклассника. Деда работает. В общем. Антошиного одноклассника. Дедушка. Ездит. Вот на такой крутой тачке. Так он? В крутом шиброве. Да. Там вот едет и что-то. Очень классно. Очень классно. Да-да. Смотрите, у него сночок вообще шикардосный. Сейчас сниму. Очень классно выглядит. Ёлки-палки, блин. Я испугался, как он там газанул. В общем. Вот такой он. Семейный лимфер. Семейный. Так выглядит с головой. Семейный курсал. Ну, короче, их каждый называет. Очень классно. Очень классно. Туда смотрит. В хорошем состоянии. И... 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 С самого... Вот так вот пошел. Вот. Оставился. Вот. Почти все. Супер полоса. Вот такой классный отход. Супер полоса. Вот такой классный отход. А sorcerный сироп. А классный лес дизайна. И добро п他们 можно сражаться способов. Пути ToucTraцарк. А Watch. Щипж,atsonя. Я напишу в бочту. А лискин Questions? Продолжение следует...